Денис Спичек 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 И вот спустя 95 лет здесь, в этой библиотеке, вышла в свет книга, которая так и называется «Тайна кота Мурлыки». Интересно, что же это за тайны такие были у кота? О чем эта книга? Героями книги являются три персонажа. Мальчик Тимур, который пришел, попал к нам из будущего, 2051 года, из будущего времени. Девочка-звездинка, которая живет сейчас здесь с нами. И рыжий кот Мурлыка. Вот именно благодаря Мурлыке-то все действие и начинается. И Тимур со звездинкой совершает путешествие по самой библиотеке. Наталья Евгеньевна, как Вы считаете, сейчас можно читать книжки? Ну, я считаю, что читать книги можно всегда. Потому что всегда хочется общаться с людьми грамотными, которые могут выразить свои мысли. А не читая книг, ничего сказать и выразить мысли свои Вы не сможете. И писать будете Вы в школе с ошибками. Наталья Евгеньевна, а как Вы думаете, какой библиотек будет через 100 лет? Ну, я думаю, что это будет новое здание, специально сделанное для библиотеки. Большое, светлое, с просторными залами, с большими окнами, светлыми, которые солнце будет вбиваться. А еще библиотека – это прежде всего полки. Это пошло со времен создания первой библиотеки в мире, которая состояла из глиняных книг. И находилась она во дворце правителя Ашорба-Непала. Даже тогда глиняные книги находились на полках. И книги, которые находились в Александрийской библиотеке, и сделаны они были из тростника, они тоже, хоть и хранились в специальных коробках, но они тоже, эти коробочки, стояли на полках. Поэтому библиотека в любом случае – это полка и это книги. И книги, я думаю, будут стоять и печатные, какие мы сейчас с вами знаем, и электронные. Они будут вместе, соседствовать. Но тем не менее, в любом случае, это будет такой своеобразный клуб, куда будут приходить люди, и прежде всего наши читатели, дети, и будут много интересного находить. Ну, так же, как и сейчас, в общем-то. А сейчас я вас хочу познакомить с директором нашей библиотеки Натальей Ивановной. И она нам расскажет, какой она видит библиотеку сто лет спустя. Пойдемте. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Очень рада вас видеть. Так какой же ваша библиотека будет через сто лет? Какой же будет наша библиотека в будущем? Давайте я начну с настоящего. Вы, наверное, уже почувствовали, что наша библиотека не просто место хранения, выдачи книг, а это большой, теплый, красивый, добрый дом. Я бы сказала, что библиотека наша – это место встреч. Встреч людей, детей, взрослых, разного возраста, с разными интересами, с разными любимыми занятиями и предпочтениями. Всем у нас находится место. У нас, например, есть проект, который так и называется «Звездинка 5. Территория культуры и творчества». И раз в полтора месяца к нам приходят до полутора тысяч людей в субботний вечер и проводят здесь свой досуг очень интересный. И на мастер-классах, и творческих площадках участвуют, и читают книги, обсуждают новинки и так далее. И вы знаете, вот в этом году в нашей библиотеке очень много было даже интернет-встреч не только с читателями российских библиотек, вашими ровесниками, но даже с зарубежными читателями, например, из Германии и из Финляндии. И я думаю, что вот в будущем наша библиотека будет местом встреч не только с людьми из-за рубежа, но, наверное, на наши вечеринки на «Звездинке» будут прилетать и марсиане из других планет. И, наверное, вы, наши любимые читатели, будете общаться с вашими ровесниками, но и с всей Вселенной. Ну, поскольку мы сейчас с вами все живем в ожидании Рождества и Нового года, я хочу пригласить вас на наши праздники, на наши мероприятия. В этом году, 20 декабря, у нас опять очередная вечеринка на «Звездинке» или «Ночь на «Звездинке», как ее называют наши уже постоянные посетители нижегородца. Называться она будет «Рождество». Читаем, любим, мечтаем. Так что приходите здесь. Самые-самые разнообразные вы найдете на ваш вкус какие-то дела и занятия. Ты знаешь, Тенис, я обязательно запишусь в библиотеку. Мне здесь так понравилось. А я, Даша, заметил, что когда читаю книги, становлюсь умнее и взрослее. Спасибо, Наталья Ивановна и Наталья Евгеньевна. Нам было очень интересно. Не могли бы вы нам посоветовать, что можно сейчас почитать? Я советую вам, ребята, и всем ребятам другим прочитать книги авторов, которые появились у нас не так давно в России. Это книги Кейт Декамила про животных. Очень добрые и замечательные книги. Книги Вольф Эльбруха. Книги известной уже писательницы детской, но она, тем не менее, любима, продолжает быть любимой Ани Катарина Вестли и книги Дик Кинг Смит. Это книги Ксении Драгунской. Дорогие ребята, а чтобы сегодняшнее посещение библиотеки запомнилось еще лучше вам, мне хочется показать вам вот такой необычный зонт. Вы видите здесь надпись, что 2014 год – год культуры. А 2015 год, который скоро наступит, объявлен президентом Годом литературы. И я приглашаю всех вас под наш красивый, волшебный, теплый зонт. Зонт чтения, культуры и творчества. А сейчас, думаю, пришло время пойти вам и попрощаться с нашим котом Мурлыкой. А на сегодня все. До новых встреч. До новых исследований и открытий. Мур-мур-мур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok